...периферийным валютам. Понятно, что должен быть это продолжаться не может пока. Никаких признаков к тому, чтобы евро развернулся к доллару, мы не видим. Напротив, сегодня появляются сигналы продать евро по отношению к доллару. Первый момент. Так, точно так же, цены на нефть, они очень похожи на динамику евро-доллара. И вот здесь, правда, нет большого антисонанса. Единственное, они вот, что-то цепляются за важный для себя уровень. Соответственно, если евро проходит ниже, цены на нефть могут тоже за 20 сетей пройти ниже. И валюты периферийных стран, в целом индекс валют тоже может начать снижаться. Соответственно, рубль может оказаться уже не под двойным, даже под тройным ударом. И очень похоже на то, что вот сегодня может быть действительно некий такой важный день для рубля. Ну и последние данные, статистика американская пришла, которая, скорее говоря, говорит в пользу более дорогого доллара. Индекс на индекс в Соединенных Штатах, ну, локально месяц в месяц он в марте снизился чуть слабее, чем ожидали этого аналитики. Ну а за счет того, что до этого в феврале он упал больше, чем аналитики ожидали. Продолжение следует... Продолжение следует... Внимание экспертов элитарного жанра! Ночной клуб «Триумф» представляет! Первый чемпионат акробатического стрип-дэнса! Готовим тело к лет... ...из космоса, который только что был признан коллегами лучшим анимационным фильмом года. Их выбор одобряет и наш обозреватель Антон Долин. Лучшего способа встретить день космонавтики не придумали, особенно в Москве. Многофигурное шоу будет происходить в кинотеатре «Космос» на ВДНХ. Разумеется, где же еще? Встреча с космонавтами показала, что каждый фильм не свободен был. А главное событие предпоследствует... Столичный езд в Север-морде Константин Бородин. Один из самых изобретательных и островных современных наших аниматоров. И даже все, чтобы впервые в городе представить для широкой публики и на большом экране свой мультфильм с говорящим названием «Мы не можем жить без космоса». Это всего-то 15-минутное произведение, настоящий маленький шедевр. Его герои, двое друзей-космонавтов, мечтают о судьбах первооткрывателей. А потом один из них исчезает бесследно, а другой впадает в депрессию, мечтая об одном – новые встречи с товарищем где-то в невесомости. Советская романтическая мечта о космосе выражена тут иронично и поэтично, через серию, понятных даже ребенку, но при этом оригинальных метафор. «Мы не можем жить без космоса» – это и наш «Интерстеллар», и новейшая версия пелевенского ОМОНА-РА. А два дня назад в Москве прошла первая церемония раздачи новых кинематографических призов – анимационной премии «Икар». Там лучшим режиссером был признан именно «Бронзит», а лучшим фильмом года, при овации зрительного зала, «Мы не можем жить без космоса». Заслуженно. В общем, приехать на просмотр стоит, хотя бы еще и потому, что представит картину сам автор, который ответит на вопросы аудитории. Еще одна маленькая, но важная деталь. Таким образом, Константин Бронзит отметит юбилей, в этот космический день ему исполнится 50 лет. К этому за летом году, который режиссер «Защитный Новгород». Он, один из самых многих отличных кинематографов, стал членом американской киноакадемии. Стоит напомнить, что «Бронзит», 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 «Бронзит». «Бронзит», 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 «Бронзит Продолжение следует...